В конце глава Тора начинает рассказывать про правила войны, как евреи вошли на войну. А там написано такой момент, который известно. Одно из коин, он вышел и говорил с народом, говорил с войска. Что он сказал? Если бы человек, который только женился, и пока не прошел год, или строил новый дом, пусть отходит от этой войны, он не должен участвовать в войне. Есть еще один человек, который может уходить, это человек, который яре варахалевав. Он боится. Но это естественно. Нам не нужны какие-то солдаты, которые боятся во время войны. Это мешает, это мешает, это неправильно эмоции дают всех остальных. Нам нужна энергия такая позитивная, а люди, которые боятся, они портят всех энергию. Но есть еще один момент. Наши мудрецы говорят, что это значит человек, который боится. Не только человек, который боится от войны, а боится от греха. Человек, который грешил, он знает в себе, что он грешник. И если он будет в войне, это будет плохо, не будет достаточной заслуги, потому что он воюет. А у него есть проблемы, у него есть грехи. И нам это не нужно, таких людей в войне. Поэтому, если ты знаешь, что ты человек, который грешил, уходи из войны. Говорит мудрецы интересно, а что это значит грех? Мы можем думать убийство, какое-то воровство. Говорит мудрецы нет. Когда откладываешь твилин утром, надо говорить брака. Откладываешь сначала твилин на руки, а потом твилин на голову. Как мы знаем, брака, которым мы говорим, на них твилин. И это и на ручной твилин, и на головной твилин. Нельзя разговаривать между тем, что вкладывает твилин на руку, и между тем, когда ты вкладываешь твилин в голову. Ты разговаривал, ты грешник, ты не должен участвовать в войне. Вот такой мелкий грех, как мы видим отсюда, насколько важно человеку быть чистым перед тем, что он выходит на войну. Но он, Равшалом Каменецкий, глава «Жива Филадельфия», он дает дополнительное объяснение в этом моменте. Когда человек кладывает твилин на руки, это символизирует все, что он делает, активнее в жизни. А то, что он кладывает твилин, именно все вишни, что Майя Стрелла кладывает в голову, это говорит, что человек, мысли должны быть чистыми, мысли должны быть правильными. Иногда бывает разрыв между мыслями и актами наши. Иногда мы что-то планируем правильно, но в итоге не получается то, что мы хотели делать. Или наоборот, мы что-то делаем, но мы делаем автоматически, безнамеренно и без правильного отношения к этому мыслям. Просто делаем, потому что так и делают. Это нельзя быть. Нельзя быть разрыв, говорит, между рукой и головой. Твилин, который на руке, именно все вишни на руке, и именно все вишни на голове, они должны работать вместе. Нашу силу, нашу активную жизнь, нашу митцвол, которую мы соблюдаем, это должно быть вместе с нашими намерениями, наши подходами и наши планы. А тогда, вместе мы ходим, тогда это совершенно полноценный человек, который, он может воювать в войну ради Всевишни. Это был короткий Дварь Тора на главе Шофтим. Шабад шалом.